В своем частном доме теплонасос использую 7 лет. Выбирали между газгольдером, привозным сжиженным газом и геотермальным отоплением. Много считали. Получается, что геотермальное отопление дешевле на процентов 20, чем природный газ и 50, чем жижевный. Естественно, выбор был очевиден. Просто это было дешевле, если играть в долгую. Сначала сама установка была несколько дороже, чем газгольдер, чем установка или проведение газа. Но через 2-3 года она окупает себя и уже начинает работать на своего хозяина. 150 квадратов я топлю полностью со светом за 6 тысяч рублей. Тогда он стоил, по-моему, 700. Просто дорогостоящий процесс установки именно ключей. То есть земляные работы, они дорогие. Самооборудование, я бы не сказал, что это дорогое. В нынешнем времени установка газа, обычный газовый котел, стоит 1100. Здесь 200. Но газ растет у нас в геометрической прогрессии. То есть в год газ обходится 120-150 тысяч рублей. Сам газ. Плюс люди еще платят за электроэнергию. Это за свет. То есть получается, если перемножить на месяца, то это где-то 11-12 тысяч. То есть в 2 раза дороже сжиженный газ, нежели геотермальное отопление. Прямая выгода в том, что ты платишь сегодня на 30% дороже всех остальных устройств, которые сейчас есть. Там провести газ стоит, не знаю, от 500 тысяч. Даже если он есть, просто завести все равно 200. Здесь ты платишь 1 раз 700, ты автономно живешь, независимо от чего. Тебе нужно только электричество. Но у этой системы есть еще огромный плюс, что ее можно сделать вообще автономной. То есть если вот эти 2,5-3 киловатта будут подаваться откуда-то там с батареи солнечной, то она замыкается, становится автономной, и вообще ничего никому платить не нужно за отопление. Дом у нас керамидетобетонные плиты. Когда встал вопрос выбора системы отопления, этим меня занимался муж. Почему теплонасос? Наверное, если брать, какое у нас бывает отопление? Газовое, радиаторы, батареи, да, как мы их называем, ну, теплонасос. Газовое отопление мы откинули сразу, потому что газ ревоопасен. Радиаторы, наверное, этот дом так хорошо не прогреют. Любой дом, больше 100 квадратов. И остановились на теплонасосе, потому что это более эффективное отопление, это более надежное отопление, более надежная система. И, собственно говоря, наверное, еще и более независимое. Окупается тепловой насос спустя три года после начала его эксплуатации, и затраты на обогрев дома становятся намного меньше, нежели чем это газовое отопление. Мы заехали в дом, тепловой насос уже стоял. Поставили нам его, наверное, где-то за полгода, потому что он, соответственно, топил дом, и дом высыхал, да, здесь шел ремонт. Пять с половиной лет мы с ним уже живем, тепловым насосом. Ну, и, в принципе, первое впечатление, конечно, было замечательное. Но я не могу сказать, что и сейчас как-то изменилось. У нас газгольдер стоял сначала на доме, то есть мы от него отказались и поставили тепловой насос. Газ привозной, газгольдер, в принципе, сейчас вот зимой-то вообще по 30 рублей стоит за литр. С тепловым насосом мне комфортнее в плане того, что не думать про газ. Я знала, что мы рано или поздно забудем его заправить. Прям в 30 градусов забудем заправить. Это будут танцы с бубнами, да. Приехали люди вначале, так называемые землекопы. Приехали, насверлили здесь ключей, провели, сделали земельные работы. После этого завезли оборудование, все подключили. Ну, то есть там, если в деталях расписывать, это длинный технологический процесс. Бурили скважины. Соответственно, потом уже делали обвязку бойлерной трубами, ну и ставили тепловой насос. И потом уже в самом конце сделали с улицы, где сам вход системы, да, уже поставили цивильный ящик. Мы остановились на трехфазном. Почему на трехфазном? Вариант того, чтобы в будущем поставить какие-то другие альтернативные системы, подвязать их к тепловому насосу. Солнечные батареи также, да, как альтернативный источник энергии, тоже с тепловым насосом прямо дружат-дружат. С газгольдером все это сложнее. Все вместе получилось 700. Но я думаю, монтаж это где-то, ну, 50 на 50. Поначалу мне очень нравилось как раз сравнивать и считать, выиграл ли я все-таки или нет. Вот. У меня есть родственник, который на газгольдере. Вот. Буквально позавчера мне приносили 45 тысяч рублей, чтобы я, ну, просто проконтролировал заливку. Я говорю, а на сколько это? Ну, типа, может быть, на треть года. То есть, там, на 3-4 месяца. Ну, то есть, это очень дорого. Я понял, что не прогадал даже с учетом того, что я два раза вкладывал в него, как бы, немаленькие суммы. 7 тысяч мы платим за все. В том числе у меня индукционная плита. В том числе у меня стиральная машина, которая работает один раз в сутки обязательно. Сушильная машина, которая сушит эти вещи, которые стирает машина. Готовлю я ежедневно завтрак, обед и ужин каждый день, плюс электрический чайник, кофемашина и так далее. И, в том числе, обогрев дома. 7 тысяч, я считаю, это немного. Все вместе 800 тысяч. Это вырыли скважину, засунули туда все оборудование, поставили оборудование, установили оборудование дома. Мы, в том числе, пропилили стену и, в общем-то, привели обратно все в порядок. 1500 – это был как раз газгольдер со всем оборудованием, с котловой совсем. Ну и, в принципе, тепловой насос. Не, ну подешевле. Газгольдер с оборудованием чуть дешевле стоил. Ну, мы посчитали, что, в принципе, там за 7-10 лет он окупится. Вот, и все-таки мы решили, что дешевле на пенсии жить с тепловым насосом, нежели с газгольдером-то. Ну и, в принципе, не ошиблись. Умная система работает как? Она считает температуру воздуха на улице, считает температуру воздуха в доме, считает температуру в подаче, то есть это в контурах. И, чтобы это все настроить, там было два графика. Вот с этими графиками была вначале сложность, но за месяц я разобрался. То есть нужно было настроить один раз график, и больше к нему подходить вообще не нужно. То есть он сам считает, на улице стало плюс, он убавляет минус. Ну и все, он сам контролирует все. Все, у меня было два датчика. У нас уже был опыт знакомых с тепловым насосом. У меня у моей родной племянницы тоже ставили тепловой насос, такой же, как у нас. Причем не сговариваясь, да, то есть мы не обсуждали этого. Мы узнали уже потом, что у них стоит тепловой насос. В принципе, мне вот очень понравилось в этом плане их опыт использования. Когда ставили тепловой насос, ребята порекомендовали сделать теплый пол, например, да, а не поставить батареи. Соответственно, ну да, на первом этаже в стандарте теплый пол, а на втором этаже решили сделать именно теплый пол. Нету вот этой вот конвекции воздуха, и, соответственно, нету вот этого гонения пыли. То есть пыль на мебель не оседает. Для меня труда не было. Я вообще к нему не привыкала. Ну, во-первых, потому что я женщина, а не мужчина, это первое. Поэтому я к нему не привыкала. Мне было тепло, комфортно, я ему платила за это тем же, тепловым насосом. Все. Поменять настройки, там, задать нужную температуру, там, когда мне холодно подойти и увеличить температуру, когда мне жарко уменьшится температура. Все. Абсолютно ничего я с ним не делала. Для того, чтобы насос работал исправно, жить было комфортно и так далее, все-таки это собственный дом, это не квартира. Вот. Собственный дом, она как женщина. Он требует внимания и ухода. Вот. В квартире мы моем полы, дома мы моем дом. Вот. Вот и все. То есть разница между домом и квартир невелика. Как и любая женщина, он требует ухода. Внимание – то же самое тепловой насос. Раз в год его просто надо обслуживать. Я даже не в курсе. Вот меня он вообще никак не напрягает. Первый раз к нам приезжали специалисты, мы обращались, кто нам установил. Ребята приезжали, они нам все рассказывали, показывали. А потом уже сами занимались. То есть я купил насос себе. То есть надо удалить систему давления, поднять. Ну, то есть в принципе никаких там сложностей не было. Где-то раз в год изначально у нас было так, что мы подымали. То есть вот в системе снижалось давление. И подымало там практически до двух атмосфер. Раз в год приезжает мастер, смотрит, меряет давление. Меряет фреон, меряет там все масла. На всей системе все, больше ничего. Ну, и я поглядываю иногда только за давление. 10 тысяч в год. Это, то есть обслуживание, которое полностью в гарантии. То есть ты платишь 10 тысяч рублей. И при любом раскладе, если что, какая деталь бы у тебя не полетела, тебе просто меняют на новую. Все. То есть это чистая страховка, стопроцентная. Когда я выбирал, было, немножко я помню, один вариант. Это было 7 лет назад, и у самого начала развития теплонасосной истории. Там был только один вариант. Делали его в Казахстане. Меня даже не испугало на тот момент это, что детали-то все там. И вот один раз у меня произошла авария, я очень долго отсутствовал. Жена не смогла, как бы, все это контролировать. Датчик давления просто замер, потому что там прошло, по-моему, 4 года. Он заставляет тебя просто привыкнуть к тому, что туда ходить не надо. А получилось так, что я даже перестал обслуживать раз в год. Ну, сам смотрел и все. Не вызывал мастера. У меня один из компрессоров полетел. Вот. И была огромная сложность заказать этот компрессор. Это все более случайно произошло в самую классную погоду. Минус 22 градуса. Две недели. Я вот ждал, пока этот компрессор мне приедет, за который я заплатил 30 плюс доставку. Ну, что-то... Сейчас уже не поможет. Ну, около 50, не больше. Тысячу рублей. Вроде. Вот. И полтора месяца я жил на гровах, на камине. Вот, топил камином. Это вот мой такой печальный опыт. Ну, я извлек из того, что, ну, любая система требует обслуживания. То есть, чисто безалаберности и все. То есть, дело было не в системе, а больше, наверное, в отношении. Второй опыт, он совсем суровый. Это... Ну, я уничтожил полностью теплонасос, который у меня дома стоит. Опять же, была проблема с давлением. Я просто отсутствовал, меня вообще не было. Я через жену пытался как-то управлять системой. И у меня манометр завис на давление один. Ну, это как бы норма для него. Это хорошее давление, так и должно быть. Я проверял, а он просто не грел. Оказывается, давление упало. То есть, где-то была утечка. Я так до сих пор и не понял, что это было. Давление упало. И моя жена выставляла максимальную величину. То есть, она... Ну, пол не грелся. Она выставила график на самый максимум, который только возможно. И он начал греть. Поскольку не было давления внизу, он поднял давление наверх и заморозил сам компрессор. И он треснул. Три жидкости, фреон, масло и там что-то еще. Все перемешалось между собой. И получается, что его почистить можно было за 30 тысяч рублей. Но мне сказали, что сейчас... Это, опять же, были казахские детали. Что-то надо отвезти куда. Это в Казахстан. Там его почистят, потом привезут. Вот. А к этому времени появилась... У меня появилась возможность приобрести лучше геотермальный насос. И я просто заменил. Хотя мог починить. Вот. Я его просто заменил, вывез старый, поставил новый. Обошлось мне это почти в 300 тысяч. У нас было два раза. Когда давление в контуре понижалось, сильно понижалось. А один раз понизилось вообще зимой. В январе как раз были морозы и новогодние праздники. Но, правда, дом долго держит тепло, поэтому мы не сильно ощутили. Позакупорили все. И ребята прямо приехали в течение суток, глядя на это число 3-4 января было. Прямо вот в течение суток приехали, нам все сделали. Там какая-то прокладка полетела. И, соответственно, и второй раз то же самое. То есть поменяли эту прокладку. Ну, собственно, и все. На отключение электричества я жаловаться не буду, потому что я его приношу весьма комфортно. У меня есть хороший, надежный генератор. У него нужно только залить бензин и все. Вот. Поэтому, как только электричество отключается, я завожу генератор. Без комфорта на отсутствие электричества я не испытываю. Генератор, тепловой насос держит тепло где-то около суток. Больше, чем на 5 часов у нас электричество не отключается. И то это опять я назвала слегка и испугала вас. В основном это, ну, час, два, три. Не более того, за это время дом не выхолаживается. Как бы холодно не было. Вот. Недавно у нас были, скажем так, жгучие морозы, минус 30. Ну, зима – это здорово, когда минус 30. Дискомфорта мы не испытали вообще. То есть, вот, мы не кутались, мы не надевали свитера, мы не надевали шерстяные носки для того, чтобы было комфортно. Было тепло. Нет, неправда. Он же греет. Грунт не замерзает над трубой. Это же как принцип холодильника. То есть, земле всегда плюс 4. Плюс 4, ну, как бы забирается наверх, там немножко вымораживается, там плюс 0. Но это, как бы, точечные очаги такие, они глубоко под землей. То есть, до грунта это никак вообще не сказывается. Ну, по крайней мере, у меня вот все, что вокруг дома растет над ключами, а это, получается, раз, два, три дерева, 4 куста, ну, ничего нет вообще в целом. То есть, ну, просто все растет, как везде. Я искренне посмеюсь над тем, кто это говорил. Наверное, это такая же женщина, как и я. Мужчина такое сказать не может априори, каким бы гуманитарием он ни был. Да, мягко скажем, а мужчина. Вот, если бы сейчас было, было лето или не было бы снега, мы бы просто прошли с вами и посмотрели, где у меня дырка в земле, где у меня нет газона, где у меня нет, у меня ничего не растет и так далее. Это глупость. Я просто не знаю, как это будет, что еще про это сказать. Я не знаю насчет грядок, я точно знаю, что грунт у нас играет. Вот это да. Играет сильно. У нас сделана парковка над скважинами, да, и парковка до сих пор гуляет. То есть, мы не делали даже плитку, мы оставили первоначальный асфальт, потому что думали сначала, что грунт устаканится за первые два года, но грунт не устаканился. Но я знаю, что это у нас вот так происходит. У нас здесь, в принципе, очень подвижный грунт, вот где стоит дом сам, да, и здесь перепад верхний слой глины, то есть, сама по себе гилл такая подоснова очень интересная. То есть, здесь либо река была когда-то, да, и она осталась, какое-то подводное, подземное обводнение сильное. И вот этот валик глинистый, да, поэтому за счет этого, потому что это не только у нас со скважинами происходит, ну, у соседей, например, тоже происходила где-то подвижка грунтов, и у нас просто сильнее, потому что скважина вымораживает, да, вымораживает. Это действительно так. На самом деле, у нас вот прямо без скважины у нас растет елка. А, да, и роза, кстати. Елка карликовая, она растет как ненормальная, наоборот, ей нравится. Да. Она там растет и растет, ей хорошо. И роза у нас начинает свисти в конце мая. Я хочу систему замкнуть, хочу сделать автономной, чтобы сам электричество, именно насос, брал из внешней среды. Это либо воздух, либо солнечная энергия, либо что-то еще. Вы знаете, в дальнейшем муж планирует поставить, ну, что-то похожее на солнечные батареи, там, может быть, это не солнечные батареи. Вот. Потому что нет предела совершенства. А мне и так хорошо, мне хорошо и без солнечной батареи. Все меня устраивает. Я думаю, что электричество закончится у нас не скоро, в отличие от газа. Понравился ролик? Ставьте лайк. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео на Форум Хаус. И мы всегда рады вашим комментариям. Редактор субтитров А.Семкин